Восемнадцать часов и двадцать семь минут. В Нижнем Новгороде вы настроены на НН-Радио, как обычно в это время горячая линия. Сегодня мы готовы задать ваши вопросы, в том числе губернатору Нижегородской области Валерию Шанцу. Валерий Павлинович, снова у нас в студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю, что всевозможные каналы связи с нашей редакцией. Это телефон прямого эфира 42 30 99 5, кнопка 5. Если вдруг не дозваниваетесь, есть телефон редакции 28 28 99 5. И можно также задать вопрос в формате смс-сообщения. Номер нашего смс-портала 8 938 090 99 5. И группа НН-Радио ВКонтакте также принимает ваши вопросы. Постараемся все задать, все успеть в течение прямого эфира. Вопросы уже озвучиваются. Чуть позже перейдем, конечно, к вопросу жителей Нижегородского региона. А пока вопросы от ведущих. Хочу представиться в студии Лея Никитина, Оксана Ткаченко. И в гостях у нас губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев. Валерий Павлинович, областной бюджет принят. Вы им в целом довольны? Знаете, сколько лет работаю, столько лет недоволен бюджетом. Денег много не бывает? Это абсолютно истина. Ни у человека, ни в семье, ни в регионе денег никогда много не бывает. Если бы нам еще два таких бюджета, мы и то нашли бы чем заняться. Потому что накопленный экологический, экономический и социальный ущерб довольно-таки высокий. У нас есть некоторые объекты. Ну, например, недавно я в Володарском районе был, там сельский клуб, мне показали, который построен в 1810 году. Да-да-да. На всякий случай. 200 лет. У нас немало объектов, которые построены и в конце 19 века, и уж в первой половине 20 века точно. Поэтому все это надо сносить, строить новые. Вот мы сейчас два клуба таких вот на разное количество мест строим. И в Вадском районе, и в Володарском районе. Посмотрим, как они себя зарекомендуют, и будем эту программу реализовывать. А так, бюджет по расходам на 4% выше, нежели чем это 2014 год. Хотя вы сами понимаете, что доходы формируются очень сложно. Потребительский спрос падает, конъюнктура очень большая, экономическая, с точки зрения затруднения и получения кредитных ресурсов, на что многие предприятия модернизацией занимались, и оборотка. Но вместе с тем мы сохранили социальную направленность бюджета. 67% средств мы тратим на социальные нужды. Это на 4% выше, чем в 2014 году. Предусмотрели все средства на повышение заработных плат по указам майского президента Российской Федерации. Будут расти, продолжать средние душевые доходы. Поэтому стараться будем в это непростое время избежать всевозможных негативных явлений. Если они и будут, то как в 2008-м будем минимизировать вот эти вот потери, с тем, чтобы как можно меньше их ощущать. Ну вот что касается собственных источников дохода, это хорошо, нужно всегда в первую очередь рассчитывать на себя, но тем не менее, немалая часть финансирования из федерального бюджета. В связи с вот такой непростой экономической ситуацией, федерация на будущий год как-то уменьшила свое присутствие в региональном бюджете, или наоборот удалось договориться? Ну, знаете, мы обычно ощущаем это где-то в мае, в июне года, который планируем. Сейчас по нашим расчетам, по методикам мы сдали все необходимые документы на софинансирование, и 17,6 миллиарда ожидаем. А вот реальные деньги придут вот в эти сроки, о которых я говорил. Это происходит каждый год. Мы свою часть софинансирования различных федеральных программ, а мы не получаем другие деньги, там, дотации, на выравнивание, самодостаточный регион. Поэтому мы только софинансируемся по федеральным программам. Ну, например, строительство детских садов. Мы свою часть, муниципалитеты свою часть, федеральный бюджет свою часть. В следующем году мы заканчиваем эту программу. Нам подтвердили пропорцию, мы высчитали деньги, свои зарезервировали, ждем поступления реальных денег от федерального бюджета, пока каких-то вот прямых отказов мы не получаем. И это хорошо. Телефон прямого эфира, 42-30-99-5, кнопка 5. Есть у нас звонок от нашего слушателя, Никит с нами на связи. Никита, вечер добрый. Слушаем ваши вопросы, Валерий Павлёнович Шанцов. Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Валерий Павлёнович. Валерий Павлёнович, у меня вот есть буквально пару вопросов к вам. Да, давай. Во-первых, я как бы хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для города. Это раз. Потому что рост и как бы экономический рост, и инвестиционный рост региона, это прям исключительно ваша заслуга, на мой взгляд. У меня, собственно, такой вопрос. На данный момент, как бы такая сложная экономическая ситуация в стране, скажите, пожалуйста, какие в следующем году будут программы для улучшения, скажем, уровня жизни, для повышения уровня жизни? Ну, по сути, я уже ответил на этот вопрос. У нас 67% это социальные нужды, это все программы, которые работают на население. Это программа строительства детских садов и ликвидации очереди. Программа сноса ветхого фонда и строительства нового жилья. Программа строительства жилья для детей-сирот, для молодых семей, для специалистов в сельском хозяйстве. Программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. И вот эти программы, у нас сейчас весь бюджет формируется и выполняется по программному методу. Это новое требование бюджетного кодекса. Поэтому я даже не могу назвать, а какие затраты у нас из бюджета вообще не улучшают жизнь. Если мы покупаем новый транспорт, если мы строим новые дороги, если мы строим новые мосты, занимаемся улучшением образования, если мы покупаем оборудование в наши учреждения здравоохранения, все наши затраты, они так или иначе касаются людей. Некоторые не считают социальными, например, поддержку промышленности. А если мы поддерживаем промышленность, мы сохраняем рабочие места, там повышается производительность труда и заработная плата, а это что? Или там мы поддерживаем сельское хозяйство. Вроде бы это не социальная сфера сама по себе, но мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность, мы выпускаем хорошую сельскую продукцию, качественные продовольственные товары. Они поступают в наши магазины. Люди питаются без генно-модифицированных образований, без искусственных добавок, сохраняют свое здоровье, увеличатся продолжительность жизни. Вот, честно говоря, когда меня спрашивают иногда, а вот что все-таки мы потратим на непосредственно человека? Да все. Вот весь наш бюджет, он направлен на то, чтобы людям лучше жилось. Все шаги областного правительства исключительно на благо Нижегородского региона, на благо каждого человека. А у нас других функций нету просто. По-другому и не получится. 42-30-99,5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Никита говорил два вопроса, а задал один. Ну, видимо, переволновался немножко. Есть еще один звонок от Николая. Николай, вечер добрый. Добрый вечер, НН-радио. Хотелось бы поблагодарить Валерия Павлиныча за то, что... Вот, на я, короче, касаюсь дорог. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Автомобилист, любитель. Живу где-то примерно 5 лет, 6. Дороги стали намного лучше, да, и за областью и так далее, и тому подобное. Начал работать дорожный фонд, Николай. Поэтому у нас... Вот, а деньги-то выделяете все равно правительству, и вы это... Больше возможностей стали. Ага, хотелось бы сказать вот по поводу чего. Пробок много стало, автомобилей много, а вот на социальном транспорте цены растут и растут. И я думаю то, что к Новому году опять поднимут рубля на 4, на 5. Вот. А если... Это не так. Это не так, мы 3 года не меняли цены на проезд в социальном транспорте. Вот сейчас установлена цена, в этом году мы не собираемся менять. А, ну, все равно, ладно. В июне... Все равно дорого, да? В прошлом году. Хотелось бы подешевле, да, это понятно, да. Но сам ты часто на общественном транспорте ездишь? Редко. Ну... Ну, потому что дорого, мне проще на машине, то есть на своей. Вот. А если уменьшить, то есть в 2 раза проезд... Бросишь машину? И увеличить. Бросишь мою машину, если снизим? Брошу. Вот смотрите. Я вон на транспорте... Спасибо большое, Николай. Ну, порадовали просто от души, на самом деле. Ну, мне кажется, автомобилисты не отказываются от своего транспортного средства, ну, потому что выбирают его исключительно потому, что удобно. А потом уже по привычке. Есть вопрос на нашем смс-портале, я вот сейчас его прочитаю, от Михаила, постоянно наш слушатель. Сообщение с двух частей стоит. Валерий Павлинович, здравствуйте. Почему разметки не видно на дорогах? Дорожники опять не той краской красили весь город? Вот, Михаил спрашивает. Не, ну, разметка тогда, когда было лето, она была видна. Сейчас, конечно, снег в зимнее время трудно сохранить. Мы все больше и больше применяем термопластик, но пока еще, вы справедливо говорите, не вся разметка делается. Некоторые делаются обычной краской, поэтому она менее стойкая. Но это не дешевое удовольствие, то есть термопластика? Победительно в два с половиной раза дороже, чем обычная краска. Но все равно на это надо идти, потому что эксплуатационные затраты небольшие, а стойкость гораздо больше. Вторая часть смс-ки от Михаила, я прочитаю, просто здесь вторая часть с благодарностью. Написав вам на сайт, наконец-то ремонтировали подъезд. Спасибо вам, Валерий Павлинович. Ну, я рад, что хоть что-то сделал. Сколько спасибо в сегодняшнем эфире в адрес областного правительства. А может быть, очередной спасибо мы услышим от Екатерины. Катя, вечер добрый. Добрый вечер, Валерий Павлинович. Здравствуй, Катя. Я вам уже как-то позвонила в прямой эфир, спрашивала о покупке жилья. Вы знаете, обратилась, например, в НИКУ, в государственную организацию, насчет льготных условий покупки жилья. Поскольку я тренер-преподаватель, и, соответственно, по зарплате, скажем так, мне, наверное, по справке не дадут кредит, поскольку у меня еще двое детишек, а я их одна воспитываю. И на льготных условиях, как мне сказали, сейчас все льготные условия уже убрали. А, соответственно, хотелось бы куда-то деть материнский капитал на покупку жилья. Все-таки как можно вот это вот все реализовать? Катя, дело все в том, что льготную ипотеку установила не НИКа. НИКа – это исполнитель, а установила областное правительство. Поэтому вам нужно обращаться по месту вашей работы в район. И там все знают. И Министерство спорта, где вы тоже имеете право ставить этот вопрос, потому что мы эту льготную ипотеку установили для тех, кто работает в бюджетной сфере, в том числе и в организациях спорта. Смысл этой ипотеки заключается в том, что мы оплачиваем 50% первого взноса и плюс еще 10% из ставки каждый месяц по обслуживанию вашего кредита. То есть это мне нужно обратиться на своей работе? Да, на своей работе обратитесь. И вас направят в органы социальной защиты района, где вы работаете, или города. И там все это решат. Знаете, сколько нужно помнить постоянно губернатору Нижегородской области и с процентами, и куда обратиться, кому, и где, чего, как. Но вот все это помещается в одном человеке. Я в горячем из губернатора сегодня. Это важный очень проект, поэтому я его и помню. Телефон прямого эфира 42-30-99,5, кнопкой 5. Еще есть возможность дозвониться и задать свой вопрос губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву. А есть и вопрос от Константина. Валерий Павлинович, а как, на ваш взгляд, скажется текущая экономическая ситуация на инфраструктурных проектах региона? Это метро, это Волжский мост, Южный обход, новые терминалы аэропорта. Заморозите до лучших времен или все-таки можно надеяться на лучшее? Ну, с терминалом аэропорта, вот раз он так крайний этот вопрос, приглашаю вас на елку. В конце 2015 года мы будем праздновать в новом терминале. Вот его, как новогодний подарок. Поэтому никаких здесь вопросов нет, тем более, что это не бюджетное средство, а чистый инвестиционный проект частной структуры, который выиграл конкурс на реформирование нашего аэропорта. Что касается инфраструктурных проектов, которые идут через Дорожный фонд или через бюджет Российской Федерации, все утверждено, программы все согласованы, финансирование выделено, будем стараться соблюдать сроки, если не случится какой-то форс-мажор. Но вы сами понимаете, что в любые кризисные условия, я, например, пережил и кризис начала 90-х, и дефолт 98-го, и 2008-2009, мы каждый раз из кризиса выходили более сильными. Поэтому нормальный человек в сложных условиях собирается, концентрирует волю, упорство, характер, возможности свои, начинает экономить всем, чтобы тратить деньги только туда, где наибольший эффект. Так и мы и будем поступать, но только не лично для себя, а для области в целом. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что слушает нас не только в Нижнем Новгороде, на читате 99,5 FM, но еще и на радио вещает в Сокольском. Теперь на читате 88,3, я думаю, что жителям Сокольска будет сейчас узнать приятно что-нибудь и о своем районе, например, о экологической обстановке в нем. Ну, я могу сказать, что экологическая ситуация в Сокольском районе, она приличная довольно-таки, ну, достаточно отметить, что этот район первый вообще в России получил сертификат международный на звание «Экологический чистый район». Ну, не весь район, а часть его территории. Поэтому прекрасная природа, Горьковское море. Это не значит, что там, может быть, нет каких-то проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но на самом деле в последние годы очень много решилось вопросов по газификации, улучшились условия жизни людей. Это реально налицо все. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира, напоминаем, есть звонок. Да, Елена с нами на связи. Лена, вечер добрый, слушаем вас. Добрый вечер. Валерий Павлович, добрый вечер. У меня такой вопрос, можно сказать, даже жалоба. Я живу на улице Ильинской в районе площади Лядова. У меня маленький ребенок, скоро вот второй же будет. Мы ходим гулять в парк Пушкина через Красносельскую дублер. После ремонта там сделали хороший тротуар, с хорошими пандусами для коляски. Но беда в том, что на этих тротуарах паркуют автомобили. Ставят, перегораживая полностью тротуар. Посередине тротуара бросают. Я обращалась и в ГАИ, и писала в администрацию города, чтобы как-то ограждение поставили, или еще каким-то образом. Потому что ходить невозможно, особенно сейчас зимой, когда снег, чистить эти тротуары из-за машин очень трудно. Приходится идти по проезжей части с колясками. Я так чувствую, тот, кто в коляске, вам подсказывает. Где-то рядом, да? Где-то рядом. Какие моменты акцентировать нужно, видимо, в вопросе. Добро. Я обязательно вмешаюсь, потребую, чтобы навели порядок там, потому что это неправильно. Есть еще вопросы, которые поступают и в группу ННРадио ВКонтакте. Если интернет под рукой удобнее спросить, пожалуйста. Вот Марк прислал буквально две минуты назад вопрос. Валерий Павлинович, почему многие продукты, производимые в нашей области, не попадают на прилавки крупных торговых сетей? На слуху, княгининское масло, городецкое молоко, паловские куры. А где же консервы и соки? Их тоже производят в Нижегородской области. Хочется в торговых сетях больше видеть нижегородских продуктов, покупая нижегородское. Заканчивает таким лозунгом Марк свое сообщение. Могу сказать, что эта проблема нами обсуждается. Дело в том, что торговые сети, особенно федеральные и крупные сети, они имеют специфические условия для организации процесса торговли. Там массовка идет, там большой разбор продуктов. И поэтому нужна очень серьезная работа производителя по фасовке, по штрих-кодированию и так далее. Многие наши предприятия по себестоимости не могут установить в себя это оборудование. Поэтому мы этот вопрос решаем сейчас. Но как? Заканчивается сейчас согласование проекта нашего сельскохозяйственного рынка по типу французского рынка «Ранжиз» в районе Доскина. Крупный проект. Вот туда можно будет сдать даже небольшое количество продукции. А там стоит оборудование, которое это собирает и уже готовит для того, чтобы эта продукция попала в крупные сети. Вот такой распределительный центр, будем говорить. Как все сложно-то оказывается. На самом деле думали, вот произвели и, пожалуйста, торговые сети сразу. Ну так в сеточки-то принести и положить туда, это невозможно сделать. Потому что должна соблюдаться технология. И ценовая политика от этого здорово зависит. Поэтому смотрите нашу продукцию. А, в первую очередь, на рынках. Во-вторых, в сетях ВКТ и таких вот наших региональных сетях, в магазинах такого меньшего масштаба будем. Но, тем не менее, в появлении нижегородских продуктов в крупных сетях, это вопрос времени, в принципе. Да, это правда. И, наверное, далее вопрос в продолжение как раз о нашей теме. Дмитрий. Дмитрий, вечер добрый. Слушаем вас. Добрый вечер. У меня вопрос к Олегу Павловичу. Вчера в новостях прозвучало, что Нижний Новгород в лидерах по запасу верна. Что приятно слышать. Возможно, это не повлияет на повышение хлеба высокой. Хотя, насколько я слышал из местных сниж, то все-таки будет повышение. Хотелось бы уточнить, какие еще стратегические продукты у нас в хорошем запасе и не повлияют на высокой. Ну, дело все в том, что речь прежде всего идет о запасах, которые имеются у наших предприятий. Мы действительно в этом году на 26% больше произвели зерна, чем в предыдущий год. Ну, по России в целом этот рост 15%. И на 115% мы обеспечиваем себя по расчетной потребности. Но это не значит, что все наше зерно идет на наши хлебокомбинаты. Идет обмен продукцией. Другие регионы поставляют нам, мы поставляем другие регионы. И ассортимент у нас, он должен быть представлен по любым видам продуктов из различных регионов, от различных поставщиков. Мы полностью себя обеспечиваем овощами в открытом грунте. Мы полностью себя обеспечиваем картофелем, где-то на 68,5% молоком, молочными продуктами. Но в летний период на 100%, потому что у нас еще одна треть приблизительно предприятий сейчас в реконструкции находится. Как только технология будет современная, количество молока и качество его будет одинаково, что летом, что зимой. Мы 500 дворов уже перебрали в этом плане. Сложнее ситуация по производству мяса. Мясо мы получаем не только из других регионов, но и из Бразилии, из Аргентины, как вы знаете. Программа такая есть и по свиноводству, и по мясному. Мясо крупного рогатого скота, по птице, по птице решим вопрос. Вот в следующем году, к 16-му году уже будет стопроцентное обеспечение. Два крупных свинокомплекса строятся. То есть понимаем, что делать надо, нужно только время. Но подчеркиваю, что это расчетное количество. Вот должен человек потреблять определенное количество мяса в год. Умножается на количество жителей и смотрится, а сколько мы произвели мясо. А одновременно с этим в торговлю, конечно, мясо поставляют не только наши производители. И когда мы будем производить уже полный объем, все равно мы будем поставлять и в Москву, и в Санкт-Петербург. И без этого не обойдется, потому что каждый производитель сам решает, где ему реализовывать эту продукцию, по какой цене. Мы напоминаем, что сегодня горячая линия с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Свои вопросы Валерию Павлинычу можно задать во время рекламного блока. 42 30 99 и 5, кнопка 5, телефон прямого эфира, 28 28 99 5, телефон редакции 8 930 090 99 5. Это номер нашего смс-портала, но и также группа НН Радио ВКонтакте также принимает ваши вопросы. Ну а сейчас мы прервемся. Вопросов действительно много, но после дорожной информации, после блока рекламы возвращаемся в эфир НН Радио. Телефон горячей линии 42 30 99 и 5, кнопка 5. Звоните, вы в эфире. НН Радио. 18 часов и 50 минут столицы привозжие. Что же происходит на дорогах Нижнего, будем узнавать вместе с НН Радио. Спонсор этого выпуска оптика Кронос дарит плюс 10% к скидке по дисконтной карте. Все подробности в оптике Кронос. Эксперты ставят 5 баллов, это означает движение плотное. Верхняя часть города сейчас сложнее всего, пожалуй, на улице Пескунова и Алексеевской. Поставить придется также на проспекте Гагарина, востребована и улица Белинского. Заречная часть города здесь чуть легче, но минут 20 займет у вас проезд в Сормово по улице Федосеенко. Сложно также на улице Культуры и востребована улица Рябцева. Городские переправы автомобилистов также не порадуют. Канавинский, Малитовский, Мызинский мост. Все они получают по 9 баллов в направлении из центра в заречную часть города. Напомню, у нас в студии губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев. Есть вопросы? Звоните. 4230 99,5 кнопкой 5. К беседе вернемся после блока коммерческой информации. Реклама спонсора. На ремонт и обслуживание. И минус 10% на запчасти. Сервисный центр Акалада. Телефон 274 44 44. Празднуем Новый год на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 8 650 рублей за 5 дней. Бронируйте сейчас. 230 34 36. Туристическая компания Гольфстрим. 230 34 36. Фирменный магазин ММА Империя. Всемирно известных брендов, созданных для настоящих бойцов и любителей. Единоборств. Город Нижний Новгород. Московское шоссе, дом 12. ТРЦ Рио. Третий этаж. Ты слышишь его? Этот голос. Он зовет тебя на новогоднюю ночь. Кафе-караоке 7 пятниц. Встречай праздник в стиле шоу-голос. Праздничный стол, фейерверки, дискотека и море подарков для вас. Кафе-караоке 7 пятниц. Бронируй сейчас. 423 25 75. МТС всегда стремится улучшить качество связи. Теперь вы сможете оценить наши старания. А еще мы снизили цены на тарифе Супер МТС в Нижегородской области. Звонки на МТС 0 рублей. На другие сети 75 копеек за минуту. Подробности на сайте МТС. Мечтаете о новом автомобиле? Выжидаете новогодних предложений? Не надо ждать. Надо брать. До конца декабря в Агатно-Комсомольском действует программа утилизации и выгодного обмена вашего автомобиля на новый Шкода Рапид. Выгода до 50 тысяч рублей. Все еще думаете? Звоните прямо сейчас. 2-3-9-393. Ваша корпорация распределена на огромной территории? Тогда именно для вас продукты нового поколения компании ИВК. Интеграционная платформа ИВК Юпитер и межсетевой экран ИВК Кольчуга. Создавайте защищенные информационные системы любого масштаба. ИВК. Объединим IT-пространство. Сайт компании. www.3wivk.ru www.3wivk.ru Желтые страницы всегда с вами онлайн. Сайт yp.ru – это все компании России. Заявите о себе на yp.ru и новые клиенты придут к вам сами. yp.ru Горячая линия на НН-радио. Интерактивный час на главном городском радио. «Горячая линия». Горячая линия. Говорит город. 18 часов 54 минуты почти в Нижнем Новгороде. Вы настроены на НН-радио. Сегодня «Горячая линия» с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцовым. Кстати, обращаю внимание, какой густой снег наконец-то пошел на улицы. Может быть, декабрь нам все-таки подарит немножко снега. И немножко новогоднего настроения. Ну, а мы напоминаем, что канал связи с редакцией работает. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Звонки принимаются даже в этот момент. Очень хочется успеть задать все вопросы. С нами на связи сейчас находится Роман. Роман, вечер добрый. Слушаем ваш вопрос. Да, здравствуйте. Валерий Павлович, с Новым годом, с наступающим вас. Роман, спасибо. Вопрос мой вот какой. Я на Бару живу, и у нас улица расположена в частном секторе. Это такая проходная достаточно улица. И у нас, к сожалению, на ней уличного освещения нету, хотя территория относится к самому городу Бор. Мы писали в администрацию, но, к сожалению, нам пишут, что расходов на освещение нашей улицы не запланировано, и вроде будущие периоды когда-то, возможно, вам сделают. Я хотел вот вопрос задать. Есть ли какая-то процедура, какой-то порядок, который регламентирует, не знаю, там, сроки, чтобы эту улицу можно было от нашего светить, или какой-то там другой порядок, чтобы нам было понятно, сколько ждать. А если ждать бесполезно, то что для этого нужно делать, чтобы свет появился уличный? Вопрос, там, четыре стильников, где-то 200 метров сип. Роман, знаешь, дело все в чем? Если говорить о сроках, то у нас в некоторых поселках освещения нет с момента их основания. Когда спрашиваешь, а сколько лет нет? Ну, кто 300, кто 400 лет? Точно долго очень ждать придется, но в любом случае, в таком, в очень мощном городском округе, как Бор, этот вопрос можно решить было уже давно. Поэтому я просто обращу внимание уже со своей стороны руководства. Я думаю, этот вопрос решится быстро. Просто стоит напомнить районной администрации. Ну, они, как правило, выбирают из числа многих вопросов наиболее важные. Я думаю, что если Роман от имени всех жителей обращается, и улица вся будет в порядке, то какой еще вопрос можно назвать неважным. Следующий звонок. Антон, вечер добрый. Добрый день, Валерий Павлович. Добрый день. Я хотел задать вам вопрос. Знаете, по какому, как бы, многих, наверное, нижегородцев интересует, как бы, индивидуальное жилищное строительство. То есть, участки и стоимость, и, как бы, легкость их получения. Вот. Давно хочу купить участок, построить дом, но, как бы, участки у нас дорогие, и не видно, что администрация, как бы, занимается этим. Я, знаете, по какому поводу. Был как-то в Старом Осколе, там мне понравилось распахами целые поля, дороги прямые, то есть, ну, и чисто условно, и продажа была участков там, одной семье там один участок, так, скажем, в одни руки. Домов еще не было, но уже были асфальтовые дороги, освещение, все коммуникации, ну, проведены. Вот. У нас что-то такое есть, потому что, насколько я, вот, смотрю, рынок, занимаются одни дежурью, покупают, скупают оптом, дешево, продают дорого, так сказать. А человек, который разовых хочет купить, и не совсем в теме, вот. Ну, приходит только перечень, мы с вами с удовольствием довольствием. А самая главная беда, это что участки не готовились с точки зрения инфраструктуры. Инженерный, дорожный. Я даже приехал однажды в район, там уже дома построены, но там нет ни электроэнергии, ни канализации, ни воды. И вот сколько стоят? Ну, уже год полтора. И что, никто не покупает? Да какой чудак, говорит, купит? Значит, ну, вложили деньги. Поэтому мы сейчас из бюджета области выделяем средства на то, чтобы создавать вот такую инфраструктуру. И в таких районах, как Борский, Городецкий, в Иксунский, строятся такие вот микрорайоны по тысяче с лишним домов сразу. Поэтому давайте обращайтесь, и мы вам подскажем в нашем министерстве социальной политики или в министерстве строительства, каким образом можно решить этот вопрос. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы индивидуальное строительство увеличивалось. Вот если в 2005 году у нас 80% домов было многоэтажных, и жилье строилось в основном, жилье строилось только в Нижнем, ну, в крайнем случае, в Дзержинске, а только 20% было малоэтажного, то сейчас 64% мы в прошлом году закончили. Это малоэтажка, а только 36% многоэтажные дома. То есть перемещается центр жилищного строительства в наши районные центры, селы, рабочие поселки. И это хорошо. Еще один вопрос. Успеем до выпуска новостей принять. Светлана, вечер добрый. Слушаем вас. Здравствуйте, я бы хотела задать такой вопрос. Восьмилет мы там проживаем ни дороги, ни освещения, ни светофора. Очень страшно. Светлана, вопрос, когда это будет интересно. Вы знаете, вот по этому вопросу я был лично у министра обороны, Сергея Кожгетовича Шойгу, ну, в комплексе вопросов, и он обещал мне быстрее решить вопрос о передаче на баланс муниципалитета этой дороги, потому что пока она на балансе Министерства обороны, мы ни копейки денег туда потратить не можем, потому что это не целевое расходное средство. Поэтому я возьму под контроль, чтобы люди из Владарского района и у нас, из наших ведомств, побыстрее контактировали со службой Министерства обороны, чтобы передача произошла. А резолюция такая, министр обороны есть. Уже хорошо, значит, все изменится, и все будет для жителей Нижегородского региона. Чтобы люди работали. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Друзья, мы должны сейчас прерваться на выпуск новостей, после чего «Горячая линия» с губернатором вернется в прямой эфир ННРадио. Вы же можете звонить, писать смс 8-938-090-99-5, можно позвонить в редакцию 28-28-99-5. Ну а пока новости на ННРадио. Телефон «Горячей линии» 42-30-99-5, кнопка 5. Звоните, вы в эфире. В Нижнем Новгороде 7 часов вечера. Ты слушаешь ННРадио. Новости в прямом эфире на ННРадио. Автобусы на газомоторном топливе появятся на дорогах столицы Приволжья. Анатолий Вассерман прочтет лекцию нижегородским студентам. Депутаты Государственной Думы нашли способ обойти санкции. Вся подробности прямо сейчас в студии Оксана Ткаченко. Здравствуйте. Спонсор выпуска «Хускварна». Выбирайте снегуборочную технику «Хускварна» в магазине всеинструменты.ру на Памирской 11К. Более 30 человек оштрафовали за неправильную перевозку детей. И это всего за 4 часа профилактической операции «Труба». Она прошла в Канавинском районе. В частности, нарушителей ловили в районе Фокомещерский. В автоинспекции напомнили, что за перевозку детей без удерживающего устройства водителя могут оштрафовать на 3000 рублей. 140 автобусов на газомоторном топливе могут появиться на дорогах Нижнего Новгорода уже в следующем году. Изначально городская администрация предложила заменить весь подвижной состав. Но по федеральной программе одобрили переход только одного автобусного парка. Глава администрации города Олег Кондрашов рассказал о плюсах такого решения. Стоимость заявленного газомоторного топлива в два раза меньше, чем дизельное топливо. Во-вторых, это полностью исключает возможности использовать муниципальное топливо несанкционированное. Давайте так по-простому. Воровать газ пока еще не научились. Это не значит, что не научатся, но на сегодняшний день не умеют. Мы повышаем экономическую эффективность наших муниципальных предприятий. Мы считаем минимум на 30%. Сейчас в городе на природном газе работают только частные перевозчики. Муниципального транспорта на газомоторном топливе пока нет. Анатолий Вассерман прочтет в Нижнем Новгороде лекцию об экономике. Журналист, политолог встретится с нижегородскими студентами 29 декабря. Он представит сразу два доклада. Мероприятие пройдет в зале научных демонстраций университета имени Лобачевского. Добавлю, что вход на мероприятие свободный. Попавшие под санкции депутата Государственной Думы нашли способ попасть в Европу. Въехать им позволит членство в российских представительствах, европейских организациях. Таким образом, выездными станут председатель Госдумы Сергей Нарышкин, его зам Сергей Железняк и бывший кандидат в мэра Москвы Михаил Дегтярев. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении российских официальных лиц, запрещают им въезд на территорию ЕС или транзита, а также замораживают их экономические ресурсы. Завершение выпуска новостей о погоде в Нижегородском регионе. В столице Приволжье на данный момент температура воздуха минус 1 градус, облачная с прояснениями погода сохранится до конца этого дня, а в Сокольском чуть прохладнее, минус 2 и также облачно. Синоптики прогнозируют в ночные часы минус 3-4 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду и влажность 90%. Уже через минуту мы возвращаемся в горячую линию с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Если вы хотите задать свой вопрос, то можете еще успеть. 42 30 99 5 кнопка 5, телефон прямого эфира. Реклама спонсора. Что делает уникальной компанию Хускварна? Передовые технологии производства, а главное доверие профессионалов. Широкий выбор снегоуборщиков Хускварна в магазине всеинструменты.ру. При покупке в декабре доставка бесплатно. Всеинструменты.ру. Улица Помирская, 11К. Ты слушаешь? НН Радио. НН Радио. Горячая линия на НН Радио. Интерактивный час на главном городском радио. Горячая линия. Говорит город. 19 часов и 5 минут в Нижнем Новгороде. Вы настроены на НН Радио. Продолжается горячая линия с губернатором региона Валерием Шанцевым. Ваши вопросы принимаются по телефону прямого эфира. 42 30 99 5 кнопка 5. Телефон редакции 28 28 9 9 5. Можно воспользоваться нашим смс-порталом или группой НН Радио ВКонтакте. Прямо сейчас вот о чем бы хотелось поговорить. В первой части нашего разговора мы говорили о том, что бюджет Нижегородской области на следующий год социально ориентированный. Отдельно хотелось бы остановиться на теме очередности в детские сады. Какие результаты уже есть? Что на этом поприще достигнуто и что еще предстоит может быть сделать? Программа эта приоритетная, она рассчитана на три года. Мы сейчас заканчиваем второй год выполнять эту программу. Программа ликвидирует очередность для детей в возрасте от трех до семи лет. В первый год 2013 мы создали дополнительно 8 360 мест и ликвидировали очередность сразу на 60%. В этом году 3,5 тысячи мест строим, 27 новых детских дошкольных учреждений. И таким образом на будущий год нам остается 2,5 тысячи мест. В бюджете все средства выделены, земельные участки отведены, проекты уже заканчиваются, проведены конкурсные процедуры. Начнется строительство буквально с первых дней следующего года. Я думаю, что мы с этой программой справимся. Сегодня уже больше, чем половины наших муниципальных районов и городских округов такой очередности не имеют. Конкретно 27,6 в последние дни добивают программу 2015-2014 года и тоже присоединятся к этой большой группе муниципалитетов. А дальше будем заниматься уже ясельными местами. Да, с этим отдельная тема совершенно с яслями всегда была. 42-30... Ну я думаю, родители Нижнего Новгорода на самом деле заметили, что детские сады строятся и что устроить ребенка в детский сад стало гораздо проще. Действительно. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Есть у нас человек на линии, который... Максим, вечер добрый. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, Олег Павлинов. Максим, добрый вечер. Наступающего от Нового года. Спасибо. Знаю, что вы являетесь ярым поклонником нашей хоккейной команды «Торпеда». Но новость немного не об этом. Насколько я знаю, в Нижнем у нас планируется строительство новой ледовой арены, которая решит массу вопросов, связанных с посещаемостью и с доступностью. Скажите, пожалуйста, как сегодня обстоят дела со строительством этой арены и какая она будет? Спасибо. Максим, спасибо за вопрос. В самом деле, мы действительно решаем проблему строительства нового хоккейного стадиона. Он не только будет хоккейным, он будет комплексным, потому что, ну, хотим мы или не хотим, у нас в год домашних матчей где-то порядка 30. А дней, как известно, 365 в году. Поэтому нужно строить стадион, который бы потом использовался для концертов и для других видов спорта. Он должен быть самодостаточным. И поэтому мы решили, что не будем строить его на бюджетные деньги, а это будет хороший инвестиционный проект. И поэтому земельный участок для этих целей отвели в районе Комсомольской площади. Земельный участок с запасом, с тем, чтобы к стадиону можно еще добавить инвестиционную выгодную составляющую. Там, торговый центр, апартаменты, там, парк развлечений и так далее. Несколько инвесторов приходили, разговаривали с нами, брали материалы. Мы даже ездили в одну из стран, смотрели похожий вот такой комплексный центр. Но пока, если честно говорить, вот такого какого-то подписанного серьезного документа у нас еще нет. Мы находимся в стадии переговоров. Но я думаю, строить это где-то 3-4 года. Вот наши перспективы. Хотелось бы, конечно, построить арену не меньше, чем тысяч на 12 зрителей. Потому что наша родная, уже такая привычная арена 5600. Она в такие ответственные дни с хорошей командой, когда мы играем, и по «Динамо», «ЦСКА». Ну, вот «Спартак» тоже собирал большую аудиторию. Но, к сожалению, сейчас нет «Спартака». Она до отказа набивается. И у нас любят хоккей, у нас болеют хоккеем. И я думаю, что так вот вообще спорт номер один считает футбол. А у нас все-таки хоккей в Нижнем Новгороде. Поэтому будем дальше продолжать переговоры, потому что это наша работа. И будем болеть за наших, за торпеды. Уже совсем скоро домашняя очередная игра. Будем надеяться, что она будет победная. Ну, так оно и будет, скорее всего. Есть вопрос с СМС-портала. Хотел бы просто задать от абонента, чей номер заканчивается на 9595. Пожалуйста, Валерий Павлиныч, обратите внимание на освещение. По улице Ванеева, дом 76-78-80. Нет света вообще никакого. Но это, видимо, крик души, потому что тут восклицательный знак. Хорошо, обязательно обращу внимание муниципалитета, город Нижний Новгород, на то, чтобы эту проблему решили. А пока очередной звонок. 42-30-99-5, кнопкой 5. Светлана, вечер добрый. Слушаем ваш вопрос. Добрый вечер, Валерий Павлинович. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю по улице Мерязева в новом доме, 39, напротив заправки «Газпрома». И мне бы хотелось узнать, куда можно обратиться, выступить с инициативой по установке защитных экранов, шумоизоляции от пыли, потому что невозможно открыть окна. Постоянно 24 часа в сутки поток машин. Я знаю, насколько знаю, на подъездах к метро-мосту такие экраны установлены. То есть и в Москве, насколько я знаю, тоже вот густые такие населенные дома, вот рядом с трассами, они тоже оборудованы вот такими экранами. То есть рассматривайте ли этот вопрос, хотелось бы узнать, потому что действительно это проблема для жителей. Дома новые. Давайте так, и коль скоро вы обратились уже напрямую ко мне, не надо больше ни к кому обращаться. Я обязательно вашу просьбу размещу в профильных организациях, которые исследуют эту ситуацию и примут решение необходимое. Как просто на самом деле дозвонился в эфир ННРадио «Проблема» решена. 42-30-90-9-5, кнопкой 5, очередной вопрос от Людмилы. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, Валерий Павлович. Здравствуйте. У меня уже личному вопросу, мы с мужем как бы уже не в первый год пытаемся приобрести квартиру, и мы хотели поучаствовать в программе. И когда мы обратились к ней, поучаствовать в администрацию Нижегородского района, нам сказали, что у нас слишком много площади, при том, что у нас площадь моя, 1,5 от моих родителей квартиры, его 1,5. Но там считают, причем таким оригинальным образом, то, что раз прописано 4 человека, там в квартире нас, в нашей семье, и 4 человека, его родственников, то мы занимаем по квартире. И то, что мы вообще на самом деле вынуждены жить у моих родителей сейчас, потому что жить просто негде. Мы просто не вмещаемся, постоянно более. Нет, ну конечно, отдельное жилье для молодой семьи это большой плюс. И так как у меня родители, ну как, пожилые, папа, извините, пожалуйста, успевает, нет, очень надо отдельное жилье, как бы, безумно. И я узнала, что сейчас существует еще одна программа, где уже пускай не 10 метров, а 18 метров, там на работника образования, я работаю садиким-воспитателем. И вот мне сейчас сказать, что программа закрывается, все, не успели подать документы, все, до свидания. Это действительно так? Ну давайте так, чтобы нам здесь не гадать, нужно просто изучить ваши жилищные условия по документам, потому что так по радио мы вряд ли что-то добьемся, поэтому вы оставьте свои координаты, вас найдут специалисты Министерства жилищной политики и социальной политики. С вами побеседуют, возьмут документы и разместят у вас те программы, которые у нас для работников бюджетной сферы, особенно образования, реализуются. Хорошо, что нижегородцы вообще знают о том, что существуют льготные программы и что ими можно воспользоваться. Но если есть какие-то вопросы уточнительного характера, можно звонить в 42 30 99 5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Много звонков, много вопросов. Мы вот в режиме нон-стоп просто идем сейчас, принимаем звонки. Следующий звонок. Леонид, вечер добрый, слушаем. Вечер добрый, Валерий Павлович, у меня такой вопрос, немного автомобильный. Вот с наступлением холодов у нас на асфальте наносится смесь вот эта вот соляно-песочная, и из-за нее все машины вот у нас становятся одного цвета, вот цвета грязи. Вот хотел бы задать вопрос, не ведут ли какие-нибудь, может, исследования, разработки, чтобы на асфальте все-таки клаус что-то, какое-нибудь другое вещество для удаления льда, чтобы не было такой ужасающей грязи на улицах. И, как бы, второй момент. Я по роду своей службы часто бываю за границей и вижу то, что дороги спроектированы немного по-другому. То есть грязь с газонов сделана так, чтобы грязь с газонов на дороге не стекала. Ну, то есть вот как можно уменьшается везде количество песка на обочинах. А у нас почему-то всегда постоянно, даже летом, если идет дождь, сразу все это грязище размазывается. Ведутся какие-нибудь там разработки, исследования для того, чтобы нас это уменьшить, это учитаться, изменить. Спасибо. Леонид, добрый вечер. Спасибо вам за этот вопрос. Во-первых, я горячий сторонник замены песко-соляных смесей на жидкие реагенты. Если вы наблюдательны, то увидите, что в центре мы уже применяем только жидкие реагенты, и там песка уже нет. Весь песок, который потом в так называемых лотках скапливается, это как раз вот от песко-соляной смеси, которую мы заготавливаем целые горы, и потом рассыпаем, чтобы бороться с гололедом. На самом деле, вот с точки зрения грязи с газонов, грязь с газонов никогда не будет попадать на дорогу, если это настоящие газоны. Если это не пустыри заброшенные, утоптанные, с тем, чтобы они не поглощали влагу, и чтобы нормальная была там травяной покров, корневая система, взрыхленные. Если весна, то, как правило, около бордюрного камня надо все подкопать, посеять новую травку, которая укрепляла бы газон. Вот пока эта технология не будет соблюдаться, а я, опять же, на этом настаиваю и добьюсь этого, у нас будет такая ситуация, а пора уже в Европу. Еще главное, автомобилистам не ставить машину на газонах, чтобы не разрушать траву. А это уже культура поведения каждого автомобилиста. Это уже культура поведения. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира, мы готовы принять очередной звонок. Дмитрий, здравствуйте, слушаем ваш вопрос к губернатору. Здравствуйте, Валерий Павлович. Дмитрий, добрый вечер. У нас была воинская часть в районе Московского шоссе, ее на данный момент снесли, что там будет какой-то благоустрой комплекс строить. Я, собственно, первый вопрос, ну, может, будет, потому что реально жилья у нас на сортировке нового не... Алло, алло. Пропадаете, Дмитрий. Алло, давайте еще раз попробуем с Дмитрием связаться. Да, по-моему, сейчас, да, что-то нас связь подвела. 42-30-99-5. Видимо, человек в пути. Кнопка 5, да, вероятно, человек в пути. Ну, а раз уж затронули жилищную, в том числе и тему, хотелось бы спросить о программе ликвидации ветхого фонда, потому что, ну, в центре Нижнего Новгорода очень много строений ветхих, да, наблюдается. И работают также программы, связанные с переселением. Насколько хорошо они работают, сколько еще нужно сделать, и какие сроки, наверное, самое главное? Ну, вообще, программа, конечно, сегодня уделяется ей очень большое внимание. Не было вот на моей памяти, а я давно работаю на территории, чтобы такие беспрецедентные средства вкладывались государству в решение этой проблемы. Вот на сегодня у нас 285 тысяч жилья, поставленного на учет как аварийное жилье, постоянно на 1 января 2012 года. Вот это жилье, это порядка 7,5 тысяч строений, надо ликвидировать 1 января 2017 года. Поэтому программа работает, вот особенно, вы справедливо говорите, это актуально для Нижнего Новгорода. В этом году мы построили в Нижнем Новгороде 5 многоэтажных домов. Вот три многоэтажных дома недавно вводили на улице Казакова, и это 563 семьи. А всего в этом году тысячи семей в Нижнем Новгороде переедут из ветхого жилья в благоустроенное жилье с хорошей отделкой, с полным оснащением всей необходимой инженерной аппаратурой. На следующий год будет построено уже 8 домов, и эта программа будет набирать обороты, тем более, что с новым руководством города, ну, как новым, а то уже, можно сказать, не такое новое, уже 4 года существует. Но все равно это по нынешним меркам недавно. Мы договорились о программе еще волнового переселения из ветхого жилья. Потому что ветхое жилье, оно от аварийного отличается только тем, что оно не поставлено на учет. А по своим характеристикам и потребительским свойствам оно такое же, свыше 70% износа. Поэтому мы идем дальше уже по этой программе и финансируем 50 на 50. Половина из областного бюджета, половина из муниципального бюджета. Очередные полчаса пролетели незаметно. Все-таки предлагаю еще коротко прерваться на информацию с дорога и за блок коммерческой информации принять еще несколько звонков в адрес губернатора Нижегородской области. У нас в гостях, напомню, Валерий Павлинович Шанцев. Валерий Павлинович Шанцев